Здравствуйте! 83 преступления совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 62. Более 1200 водителей уже лишили прав за езду в пьяном виде в нашем регионе с начала года. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Таксиста избили, а после осудили за вымогательство крупной суммы денег. Мать парня пытается доказать его невиновность. Частную историю расскажем в студии. 29-летний парень врезался в дерево в центре Палладара и погиб. Полицейские открыли уголовное дело. Создательницу финпирамиды, присвоившую 180 миллионов тенге, осудили в Караганде в числе потерпевших и жителей Палдарской области. Мать таксиста Елена Гурина пытается вытащить сына на свободу. По словам женщины, Александра Гурина избили пассажиры, но по этому факту дело закрыли. А после он сам стал обвиняемым и фигурантом разбирательства по вымогательству. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил пять лет колонии. Сейчас женщина в ожидании апелляции и пришла в нашу студию, чтобы рассказать свою историю. Вам добрый вечер. Добрый вечер. Для начала я хочу пояснить, что в эфире телекомпании «Ирбис» эта история краем звучала. Не так масштабно, конечно. Мы рассказывали о том, что в августе был вынесен приговор в отношении двух жителей города Павлодара. В частности, один из них – это ваш сын. Тогда мы не называли, кто он такой. Сейчас, раз вы пришли к нам в студию, мы уже можем говорить, что это Александр Гурин. О вымогательстве. Основываясь на приговоре суда номер два, который сейчас у меня тоже есть, и по нему, собственно говоря, был написан материал. Хотелось бы сейчас услышать предысторию того, как вообще ваш сын эти… ему 29 лет. Как он эти 29 лет жил? Чем занимался? И таксистом он всегда ли был? Мы с сыном… я его воспитывала одна. Мы с ним проживали вдвоем все эти 29 лет. Я его воспитывала порядочным человеком, добрым, отзывчивым. Ну, как таковым он и был. Не курящий, не пьющий, не гулящий. Он такой, он домашний парень, будем так говорить. Он учился, ну, жениться не успел, как говорится. Учился на повара, но как-то профессия ему не очень задалась, и он пошел. Таксовать? Таксовать, будем так говорить. На машину денег у нас нет, чтобы купить было машину. Ну, соответственно, он у знакомого взял машину, чтобы… Я хочу предысторию. Ты пояснил сразу. До того, как он со знакомым, у которого он взял в итоге эту машину, начал ее пытаться… не пытаться, а выкупать. А до этого он работал таксистом? Ну, может быть, там другая машина была или в таксопарке в каком-то? Да-да-да, брал другие машины, ну, все время, знаете, как хочется парням? На выгодных условиях, чтобы какие-то выгодные условия, ну, он года, как говорится, идут, хочется свою машину приобрести. И вот тут… И в итоге, да, он у знакомого, да, встретился с ним, и он ему, ну, как предложил, ты работай, пожалуйста, арендную плату мне плати, и с последующим выкупом можешь себе машину. Ну, на этом, как бы, и они договорились. Сын Александр начал работать, начал, ну, как все таксисты таксуют, арендную плату, все оплатил, все вовремя, все замечательно. Бывали дни, когда днем было работать невозможно, то есть поток машин огромный, то есть пробки, то есть, как бы, и он стал работать в ночь. В ночь очень удобно, то есть город пустой. Вот в один из дней… Так, ну, поясним по условиям. То есть он выкупал машину ежемесячно в протяжении какого-то периода? Ну, примерно, примерно, наверное, полгода. Примерно полгода вот он работал. До событий, которые случились? До событий, которые случились. Полгода он выплачивал? Полгода, да. Он выплачивал арендную плату, какие-то деньги мы собирали, ну, чтобы как… На выкуп это. На выкуп копили. Когда требовалось, мы, значит, эти денежки скидывали, будем так говорить. И впоследствии в декабре 2021 года вы уже пояснили, что он работал и по ночам. В 2021 году? 12 декабря это было. И, как сказать, когда он работал в ночь, я всегда, я всегда периодично ему звонила. Звонила там или писала в WhatsApp, что как дела, как работа, потому что, ну, сами понимаете, таксист – это тоже… Ну, да. Всякое бывает наоборот. Всякое бывает, да. Мы уже и наслышаны, и много было, как бы, с таксистами всяких случаев, всяких происшествий. И он все время, мам, ну, мне сколько лет, ты меня контролируешь. Я все время сынок. Ну, то есть, знаешь, любая мама будет… Сын в любом возрасте останется сыном. Значит, я тоже ему, получается, ну, так же пишу, там, звоню, не берет, ну, ладно, ладно. 12 декабря, это было уже где-то образно с двух до четырех в этом промежутке, около гостиничного комплекса «Дружба», он вез четверых пассажиров. Они были выпившие. Они были выпившие? Они попросили, да, они… То есть, он их довез, такси, он работал на Яндексе, такси было вызвано, он их довез до комплекса «Дружба», гостиничного комплекса. Все, тут, ну, расчет, все, значит, и они говорят, отвези нас то ли в поселок, то ли в какое-то село, ну, то есть за город. Он говорит, извините, пожалуйста, в ночное время за пределы города я не выезжаю. Я поясню, в уголовном деле, простите, в приговоре суда номер два показания расписаны всех участников этого инцидента. В село Заря они попросили его отправить. Это по показаниям вашего сына. Они его попросили в село Заря. Да. А в итоге он им отказал? Отказал, сказал, извините, вы выпившие, вас четверо человек, в это село я не поеду, вызывайте другое такси. На этом было, как бы, вроде разговор закончил, тут они начали, ну, как, выражаться, нецензурно. Они стали наезжать и все такое прочее. Ну, и, соответственно, началась потасовка. Началась потасовка, все они вышли из машины, ну, там вот этих мелких подробностей, как, кто кого в машине, это же еще началось, я, естественно, не помню, это может только показать мой сын, эти, там написано, наверное, у вас. Затем драка началась на улице. Они четверо избивали моего сына. Один из, на тот момент, подозреваемых, на тот момент, хорошо дал, как говорится, кулаком по лицу моего сына, сломав нос ему при этом. Были неносены легкие, там, телесные повреждения. Мимо проезжала, ну, какая-то машина остановилась, увидели потасовку, потому что, ну, четверо избивает одного, увидели потасовку, и, соответственно, вышли, там, выбежали, помогли, вызвали полицию. Вызвали полицию, и вот в этой, как говорится, суете уже потом, потом сын увидел, что была повреждена еще и машина, была еще и попытка угона машины, понимаете? Ключи, один из тех людей, были у него в руках, он заводил, это рассказывали парню, который, вот, как говорится, останавливался, помочь моему сыну. И он выкинул ключи, это видели, это, ну, как бы, все. Тут уже произошло задержание, приехало, там четыре, по-моему, машины полиции приехало. Их всех задержали, повезли в участок. Моего сына повезли на судмедэкспертизу, то есть, все это тоже было в деле. Там указано было легкие телесные повреждения, был сломан нос. Это было первое, то есть, надо понимать, что есть два уголовных дела. Первое было закрыто, это по факту избиения вашего сына. Когда сын мой шел потерпевшим, да. Есть и второе уголовное дело, первое уголовное дело, там приговора нет, у меня этих материалов нет, я не знаю, чем там, что там в этих материалах написано. И второе уголовное дело уже, где сын проходит как вымогатель. Дальше, вы как узнали о том, что вашего сына избили, он домой приехал, потом узнали? Соответственно, вот этот промежуток, все время я ему так же пишу, он не отвечает, я смотрю, что он в WhatsApp не заходит, у меня волнение. Я вам говорю, он всегда у меня был на связи, он мне всегда отвечал, он мне всегда говорит, мамуль, все нормально, ложись спать, не переживай, все нормально. Оно бывает же, когда вот чувствует, что что-то не то, простите, пожалуйста. Потом уже под утро он мне скидывает фотографию, он мне скидывает фотографию, фотографию у него сломаный нос, у него видно, что лицо побито. И он мне говорит, ты как чувствуешь всегда? Я говорю, что случилось? Он сейчас, приеду домой, приехал, когда уже он приехал домой, вот это он мне все рассказывал. С первых дней, понимаете, виновные были установлены, были задержаны. Но, несмотря на всю нашу имеющуюся доказательную базу, были и свидетели, был судмедэкспертиза, что был моим сыну нанесен бред здоровью. Наши дела закрыли. Я хотел бы пояснить, ваше дело закрыли по заявлению вашего сына? Да. По заявлению вашего сына. До этого в показаниях вашего сына в приговоре суда, который указывается, он описывает, что сотрудник полиции, якобы, сотрудники полиции просили его также очную ставку. В общем, в приговоре есть информация о том, что ваш сын дает показания, что это полицейские предложили решить вопрос миром. Миром, да. И еще, когда вот были, вызывали моего сына, вызывали тех людей, один из нападавших, он следователю сказал, да, все было так, как рассказал Гурин. Он подтвердил это. Один из нападавших. Один из нападавших, да. Он подтвердил. Остальные постоянно, постоянно меняли свои показания. Постоянно. То есть, сколько раз вызывали, сколько раз, ну, как бы, допрашивали, они все время меняли показания. У них постоянно были разные показания. А на первом, вот когда было первое, первый раз вызвали, сразу один из нападавших, он сразу сказал, да, все было так, как рассказал Гурин Александр. Потом, уголовное дело было все-таки открыто, оно было закрыто не сразу, а после заявления. И вообще оно было закрыто, заявление было написано, в материалах тоже это указано. В, простите, я лучше уточню, да, 23 февраля 2022 года ваш сын написал заявление в Северном отделе полиции о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. И уголовное дело, это тоже вопрос, наверное, к полиции, мы не стали что-то назвать полицию по закрытому уголовному делу, потому что к ним только один буквально вопрос. Почему уголовное дело было закрыто только спустя полгода, оно было закрыто в июле, 06, в июне 2022 года, то есть спустя полгода. В деле появляется уже, мы сейчас переходим плавно к уголовному делу номер 2, назовем его так, по вымогательству. В деле появляется работодатель вашего сына. Работодатель, да. Опять же, мы назовем его так работодатель, хотя он как бы, это дружеские какие-то определенные отношения, у которого он выкупает эту машину. Он узнает о том, что вы не можете очередной взнос внести за машину. Да, он звонит моему сыну, сын, соответственно, не берет трубку, потому что он лежит дома, у него сотрясение, он плохо себя чувствует, сломанный нос, у него вот здесь вот, извините, вот так вот все как бы. Он звонит моему сыну, сын сначала, изначально ему ничего не рассказал, я приболел, я приболел. Работодатель сына приехал к нам домой, да, то есть мы, ну вот, он приехал домой, я говорю, пожалуйста, проходите, вот смотрите, все вот, как говорится, на лицо. Он приехал, посмотрел, говорит, что произошло, Саша все рассказал, он говорит, ну что, как, он говорит, ну завели уголовное дело по вот этому, что, как, он говорит, ну надо как-то решить этот вопрос, ну, мы же мужчины, надо... Не доводить до суда? Не доводить до суда, поговорить, ну, мы все, как говорится, люди. И следователь сам предложил моему сыну, я дам телефон нападавших, вы позвоните, вы договоритесь. Все, значит, он дал телефон, ну, там, неделя, две недели, пока мой сын, ну, пришел, как говорится, в чувства, стал более себя лучше чувствовать, он созвонился, они встретились, ну, переговорили, договорились, там, о какой-то сумме компенсации, морального, физического ущерба. Как бы, как бы, на то мы порешили. В деле просто фигурирует сумма в 15 тысяч долларов. Это что за сумма, откуда она взялась? И называл ли ваш сын эту сумму? Давайте я скажу так, вот о сумме я, ну, честно вам скажу, не знаю, правда, но был разговор, что работодатель, вот Сашин говорит, о самой цифре я не знаю, я так вам скажу. А Сашин работодатель говорит, ты завысил сумму, ты немножко, как бы, опусти планку, он все хорошо. То есть вы знаете, не знаете, какая сумма оговаривалась на тот момент? Да, да, да. По материалам уголовного дела, точнее, по приговору даже, вы наверняка ее знаете, слышали эту сумму в 15 тысяч. Но не знаете конкретно, что там обсуждалось на тот момент? Да, да, да. Далее, показания, в принципе, во многом сходятся, что ваш сын говорит о том, что они ездили там, точнее, возле Толстого, возле какого-то отцона встречались, общались, выезжали ваш, точнее, работодатель вашего сына, выезжал с одним из потерпевших на тот момент подозреваемых, наверное, да. А выезжали они в какой-то дачный массив или это описано? Нет, нет, такого не было. Не было? Нет, нет. Это, наверное, та сторона, вот они, я говорю вам, они очень часто путали показания. Это показания всех, у меня много в голове тоже могут путаться, простите. В общем, разговоры были о том, чтобы встречи были определенные по поводу финансов. Пару раз, да, да, пару раз. Чтобы возместили они ущерб. Ущерб моему сыну, да, да. Моральный, так понимаю, в частности. Моральный, ну, материальный, да, потому что, во-первых, аренда не платилась, соответственно, машина была повреждена. Да, 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 компенсировать вот это все. И они договорились в итоге, вот почему 23 февраля 2022 года по показаниям вашего сына. Сейчас уточню, бумаг много. Так. Да, это показания Гурина. 21 февраля он встретился с одним из на тот момент подозреваемых случайно. И они договорились о сумме в полтора миллиона тенге. Он выплачивает им, и все. И потом они, он 23-й, спустя два дня пошел, написал заявление якобы в Северный отдел полиции о приключении уголовного дела. Все верно. Денег он не получил. Денег он не получил. Дело закрыли. Ну, дело не сразу закрыли. Ну, я уже вам тогда как бы... Ну, ваш сын, я так понимаю, предполагал, что дело закрыли. Раз он написал заявление... Нас даже, понимаете, не повестили о том, что дело закрыли. Вот так вот я вам скажу. Мы об этом не знали. Мы узнали это потом уже намного позже. Да, заявление он написал, заявление он забрал. Ну, раз, как говорится, по рукам ударили, по-мужски, что все, чтобы на тех людей не заводили дело. Ну, решили, как говорится, мирным путем все это урегулировать. Угу. Адвокатов на тот момент у вас не было? Нет, был адвокат. Когда, получается, ваш сын был потерпевшим, в самом начале, когда вот эти суммы обсуждались, адвоката не было? А нет, еще не было. Тогда не было. Я просто почему это задаю вопрос, потому что в рамках правового поля, чтобы решить было вопрос, наверное, если был бы адвокат, история по-другому бы повернула. Ну, как решил, как мужчина решил, ну, зачем вот это, как говорится, бумажные волоки, это все, мы как мужики можем договориться и так. Но он не вымогал эти деньги, он их не хотел вымогать. Он просто попросил компенсировать, компенсировать свои затраты на машину, на свое здоровье, то есть на аренду, на которую мы также собираем деньги. Он работает, мы собираем деньги. В итоге деньги не получили и пришло к тому, что просто в приговоре не описано, как вашего сына задержали, то есть пришли домой или что. Что в итоге, они вот эти переговоры вели, 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 и в итоге ваш сын оказался... Да, то есть, получается, дело закрывается, понимаете, что самое интересное. И через некоторое время, то есть возбуждается дело на моего сына и еще на работодателя, что они вымогали деньги. Это, понимаете, вообще какой-то нонсенс. Сумма была доказана? Но это вопрос, наверное, к вашему адвокату. Сейчас было бы интересно, потому что на этой неделе буквально был еще один приговор, и там судья вынес решение о том, что крупную сумму денег вымогали. Ну, доказать именно, что именно эту сумму вымогали, потому что ваш сын, я понимаю, деньги не получил. Не получил. Но каким-то образом его признали вином в вымогательстве чего-то. В вымогательстве, да. От чего конкретно... Может, он две тени вымогал. Как это доказать? Да, вот у меня тоже вопрос к правоохранительным органам. Вот такой же вопрос всегда стоит, и сейчас он тоже стоит. Какая доказательная база, что мой сын вымогал деньги? Я не исключаю, конечно, но вопрос это, опять же, к вашему адвокату, к суду, к следствию, что, возможно, в заключении судебной видеофонографической экспертизы, по результату которой установлен текст разговора между вашим сыном и одним из потерпевших, да, по статье уже, по уголовному делу он потерпевший, возможно, там где-то эта сумма звучит, в этом видеофонографической экспертизе, стало быть, какой-то звук был. По-моему, нет. Ну и опять же, его этого материала у нас нет, мы только можем предполагать. Дальше суды начались, ваш сын оказался... он под следствием ходил... По следствиям ходил дома, да, когда, то есть, нам инкриминируют статью о вымогательстве, то есть, из потерпевшего моего сына делают подозреваемым и делают подозреваемым работодателя. То есть, открывается дело, и буквально там 2-3 дня, ну, я так образно говорю, закрывают работодателя. Это был вообще для нас, понимаете, шок. Сын мой, да, ходит, он находится дома, получается, работать не получается, потому что постоянно его там вызывает следователь на какие-то очные ставки, то есть, дело тянется, это вот очень долго, это примерно сколько там, 4-5 месяцев, все вот это идет, идет, работодателя посадили в СИЗО. Мой сын также ходит, как подозреваемый, подписки о невыезде, то есть, мы, естественно, наняли адвоката, адвокат говорит, он простой, ну, как бы парень, вы одного уже закрыли, этот ходит на все следствия, по любому звонку первому, он выходит сразу на связь, он не прячется, он никуда не уезжает, он сам в шоке от происходящего, что из потерпевшего и их обоих делают подозреваемыми. В вымогательстве. 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов, которых... Во-первых, это, наверное, в первую очередь история отчасти поучительная, для того, чтобы люди понимали, что такие вопросы не всегда... Ну, я понимаю, что многие привыкли по-мужски. По-мужски, да. Но по-мужски, грубо говоря, в наше время лучше все документально. Документально, да. Неизвестно, конечно. Я не могу утверждать, виноват ли ваш сын или, наоборот, не виноват. Виноваты ли те, кто оказался из подозреваемых в роли потерпевших. Опять же, мы не знаем историю наверняка, как там все происходило. Но ваш сын в итоге получил 5 лет колонии. 5 лет колонии. Оба они получили. Оба, да, получили. Учитель и мой сын. А сейчас вы чего пытаетесь добиться? Вы, я так понимаю, назначены уже, вы подали апелляционную жалобу и ждете суда следующего. Апелляционная жалоба прошла, она у нас была. Отказали? Отказали, да. Все оставить без изменений. Теперь, то есть мы подаем... Простите. Вы подаете в Верховный суд? Да, Верховный суд. Сейчас дело находится в северном отделе полиции. Сдвигов никаких нет. Следователь не ездит ни к сыну, ни к работодателю сына. Не берет никакие у них показания. То есть сына тоже никуда не вызывает. Все стоит на одном месте, понимаете? Все стоит на одном месте. Никаких сдвигов. Сейчас, а какое следствие сейчас может происходить со стороны полицейских? Оно же уже дело... Мы подняли дело, возобновить дело, что сын идет как потерпевший. В том деле? Да, мы хотим, чтобы прокуратура, суд, Верховный суд разобрались справедливо. Все почитали очень хорошо дело, которое было заведено на моего сына. Всю доказательную базу, свидетелей опросить еще заново. У меня лично свое мнение складывается, что за теми людьми, может быть, стоят какие-то знакомые в высших органах. Почему все так происходит? У меня нет связи ни в судах, ни в прокуратуре, ни в полиции. Мы простые люди. У меня нету нигде связи. И сейчас единственное, куда я могу обратиться? Средства массовой информации непосредственно к вам. Чтобы нас услышали. Наши дела пересмотрели. Немного о вашем сыне. Напоследок, он не женат? Он не женат. Детей нет? Мы с ним прожили вдвоем. Я его воспитывала одна. Он у меня не курит, не пьет. Он домашний парень, понимаете? У него работа, дом, ну, куда-то, конечно, сходит там. С друзьями? С друзьями, конечно же. Все-таки, ну, как бы молодой, но у него на первом месте всегда мам. Мамуля. Прошу общественности обратить внимание на наше дело. Ну, или как минимум еще раз. На ваш случай, да. Я вам желаю только удачи. Я не могу... Я и им желаю удачи. Опять же, потерпевшим. Потому что в данной ситуации для меня вы в равных условиях. Потому что вы... Я не знаю, дополганно не могу утверждать вашу историю, их историю и так далее. Но вас, как мать, прекрасно могу понять, что для вас это горе. Ребенок оказался в колонии. И ничего хорошего в этом видеть нет. Да. Только учитывая, что вы мать, ну, как бы я могу дать вам какую-то такую, знаете, оценку. Хотя я не имею права этого делать. И пожелать вам удачи. Дорогие телезрители, а мы продолжаем наш эфир, как обычно, обзором новостей. В Павлодаре мужчина напал на супругу с ножом и нанес пять ударов. Информация появилась на странице общественницы Дины Танцари. Указывается, что мать троих детей получила удары в область лица, плеч, головы, рук. Потеряла много крови. С мужем не живет больше месяца. Есть защитное предписание. По словам пострадавшей, он ее подкараулил после работы и наступила. Он напал по улице Амангильде. В полиции сообщили, открыто уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Парень погиб в результате ДТП в Павлодаре. Авария произошла рано утром по улице Сатпаева. По информации полиции, водитель снес ограждение, затем дерево, опору освещения и врезался в кирпичный забор. Авария по улице Сатпаева произошла рано утром. Полицейские по факту открыли уголовное дело, в ходе которого установят, на какой скорости двигался. На место после ДТП выехали спасатели. Им пришлось разрезать иномарку, чтобы вытащить погибшего. Совершил наезд на дорожное ограждение. После продолжив движение, совершил наезд на опору освещения, на дерево и на забор дома. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия. В результате ДТП упало дерево. Коммунальщикам пришлось выкорчевывать его корни. Вместе с тем, демонтировали полностью и поврежденный столб освещения. Пятилетняя девочка получила переломы костей после аварии во дворе по адресу Ломова 156-2. Ребенка сбила машина и первая экспертиза установила, что водитель мог предотвратить столкновение. Спустя несколько месяцев появилось второе заключение, в котором уже указано обратное. Мама пострадавшей говорит, расследованием полиция не занимается и теперь ее дочь может стать виновницей. По словам Анастасии Чернявской, ее дочь таксист сбил 20 июня 2022 года. Он же довез девочку впоследствии до больницы. Произошло все днем. На кадрах с камер наблюдения видно, что девочка перебегает дорогу во дворе, а после сразу же возвращается обратно. В этот момент ребенка избили. Адвокат водителя по доходотайству на пересмотр экспертизы. Экспертиза была переведена повторно. После повторной итоговой экспертизы, с которой я была ознакомлена неделю назад, было указано, что мой ребенок во дворе собственного дома являлся помехой движущимися такси. В заключении повторной экспертизы указано, водитель не мог предотвратить столкновение. По словам мамы девочки, расследование никак не движется с места. А недавно и вовсе уголовное дело закрыли. В полиции ситуацию прокомментировали. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 20 июня 2022 года, во дворе дома улицы Ломова, 156, дробь 2, полицейскими по Володарской области проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстана. В ходе досудебного расследования назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. На момент происшествия у ребенка был открытый перелом правой голени большеберцовой кости. В диагнозе, в выписке указано многочисленные переломы голени. Ребенок 10 дней находился на вытяжении, даже не 10, а 16 дней на вытяжении, после чего 7 недель в гипсу. После этого период реабилитации. После этого у нетравмированного нога на сантиметр длиннее здорового ноги. Девочке предстоит длительная реабилитация. Женщина требует четкого расследования и передачи дела в суд. В Караганде к 9 годам колонии осудили организатора финпирамиды лидер Капитал 168. Женщина в период с марта 2015 года по апрель 2020 руководила компанией, которая функционировала также и в Полдарской области. Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% тенге и 6% валюте, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли. В итоге подозреваемая незаконно обогатилась на 180 миллионов тенге от вкладчиков. Двух мужчин приговорили к 4,5 годам колонии за вымогательство. Группа лиц по предварительному сговору. Вердикт вынесли в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Напомню, в марте, а затем в апреле полиция сообщала о задержании двух мужчин, которые якобы требовали с предпринимателей 52 миллиона тенге. Оперативное видео задержание второго подозреваемого обогательства полицейские опубликовали в апреле. За месяц до этого сообщали, что под стражу взяли 40-летнего мужчину. Обоих заподозрили в требовании более 52 миллионов тенге с двух предпринимателей. Весь судья в приговоре пункт «Крупная сумма» убрал, пояснив, что это никак не доказано. В деле фигурирует лишь 750 тысяч тенге, которыми обвиняемые завладели. Доводы подсудимого о наличии в их действиях признака самоуправства суд считает несостоятельным, поскольку не подтверждены достоверными доказательствами. Так, при самоуправстве виновное лицо осуществляет свое действительное или предполагаемое право с париум другим лицом. В отношении потерпевших у подсудимых отсутствует какое-либо право требования дежности. Данное обстоятельство исключает наличие в их действиях признака самоуправства. Приговором обоим обвиняемым назначили по 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Прокурор, к слову, просил отправить подсудимую в колонию на 10 лет. Вердикт не вступил в законную силу. Женщина потеряла трехлетнюю дочь в одном из ТРЦ Павладара и вызвала на помощь полицейских. Стражам порядка пояснила с двумя детьми и ела в фудкорт-зоне. Малышка справилась с приемом пищи быстро. Пока ждали сына, девочка бегала рядом. И в один миг мать потеряла ребенка из поля зрения. Попыталась найти сама, но безуспешно. В итоге приехали с рожепорядкой и обнаружили девочку на первом этаже. Полицейские задержали повладарца с молотом Тора. Они заметили 30-летнего парня по улице Кривенко и решили проверить. Доставили его в отделение и узнали, что аксессуар не опасен. К холодному оружию не относятся. Сувенир весом 4 килограмма фанат марвеловских фильмов купил для того, чтобы ходить, к примеру, на премьеры любимого кино. В итоге полицейские ограничились разъяснительной беседой. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию. 55-4-9-ки разберемся вместе. С вами был Артем Клеван. И пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин